Всем привет из Арины 2000 и добро пожаловать на рекордно короткую домашнюю серию Ярославского локомотива. Все потому что она состоит из одной встречи. Локомотив принимает Челябинский трактор. Для кого из соперников 13 число станет счастливым, узнаем совсем скоро. Начнем смотреть этот поединок после гимна Российской Федерации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пожелаем здоровья пользуясь случаем Анвару Рафаиловичу и всем тем, кто сейчас вдруг по каким-то причинам захворал. Вот смотрите состав локомотива на ваших экранах и сегодня в роли второго вратаря Егор Наумов, не Даниил Исаев. Чем связано это изменение обязательно по ходу матча попытаемся разобраться. Все началось с проигранного локомотивом выбрасывания, но, как оказалось, вернули себе шайбу, но тут же ее потеряли. И первое падение в сегодняшний матч, первое падение у трактора шведский новобранец, Челябинцев, Понтус, Оберг почувствовал, что такое белый лед арены 2000. Давайте составов играющих сегодня команд начнем с локомотива, у которого сегодня на последнем рубеже Илья Коновалов 32-й, Егор Наумов 1-й в запасе от Охтома 52-й, Алексей Марченко 53-й. Первая пара защитников не претерпела никаких изменений по сравнению с матчем в пятницу против СКА. Сегодня Магнус Паярис Фэнсон с возвращением, он как раз таки с шайбой сейчас, и девятый номер у него Владимир Пкачев в центре 55-й, и вместе с ними сегодня Андре Петерсон, у него 20-й номер. Денис Баранцев 8-й, Рушлан Рафиков 87-й, это вторая пара защитников, она сейчас в зоне трактора. Егор Аверин 29-й, Антон Ландер в центре 58-й и Егор Кошков 96-й. Роман Савченко сегодня первый матч играет в сезоне, у него второй номер, и Антон Малшев вместе с ним в паре номер пятый. И тройка нападений здесь, Денис Алексеев в центре 91-й, 41-й Александр Дарьин и 84-й Павел Кудрявцев. Сегодня полный рост Ром Андрея Скобелки, 8 защитников и 12 нападающих. Никита Черепанов, Денил Месюль, последняя пара оборонцев 73-й и 93-й. Павел Кросковский в центре 63-й, Михаил Беляев тоже сегодня первый матч в сезоне проводит. 68-й номер у него, и Максим Березкин сегодня 72-й, он сегодня будет полноценно играть. Попадает заявку он в каждом матче, он в этом году лимитчик, 2001-го года рождения. Однако, прошлые две встречи с московским «Динамо», выездные, и с петербуржским «СКА» сидел на скамейке запасных под звонка. До звонка Андрей Скобелков, главный тренер Герасовского локомотива. И по сравнению с матчем, который был позавчера в Санкт-Петербурге против «СКА» сегодня есть Илья Коновалов. В заявке имеется в виду в старте есть Илья Коновалов, он тогда начинал в роли запасного вратаря. Егор Наумов появился в заявке, Роман Савченко, Антон Малышев, Магнус Паверис Фэнсон и Михаил Беляев. Соответственно, сегодня нет Даниила Исаева, Максима Осипова, Георгия Иванова, Артура Каюмова, Артем Ильенко и Николая Коваленко. У нас Даниил Миссюль заходит в чужую зону, бросок, и шайб попадает близко к воротам, но не в них. Денис Алексеев пытается уйти от Антона Лазарева, и у него практически это получается. Кудрятцев на синюю линию на Охтама, тот не слишком удобный пас на Даниилу Миссюль сделан, дальше тот заворот, и продолжает Локомотив позиционную атаку, затяжную. Но трактор выходит из нее победителем, забирая чайбы себе Петр Ясинский, защитник, и аккуратно ее выбрасывает в среднюю зону, и дальше она последовала во владение Ильи Коновалова. Не точная передача у нас, перехват от трактора, и получится ли контратака от Охтама, останавливает Александра Авцина, который в свое время, как мы помним, поиграл за Ярославский Локомотив, правда это было очень давно, в сезоне 13-14, давно и недолго. Будет сейчас возможность о составе трактора поговорим. Чайбинцы продолжают шайбой владеть им довольно долго. Так вот, сегодня у трактора Роман Вилл, чешский вратарь в воротах, 35-й номер у него, Иван Федотов, 28-й в запасе, Ник Бейлин, 55-й, Илья Карпухин, это первая пара защитников, у Карпухина 89-й номер, Лукаш Седлок в центре, 11-й, Томаш Гика, 38-й, и Пунтус Оберг, шведский нападающий, 3-й, у него номер 67-й. Лоуренс Пилут или Пайлот, здесь указано Пилут в протоколе, но в интервью этот шведский новобранец трактора просил себя называть именно Пайлот, какой момент опасный, Илья Коновалов справляется с броском от Виталия Кравцова на ваших экранах. 74-й номер трактора, самый бросающий у челябинцев, 16 раз он тревожил в вратаре соперника, и только лишь одну шайбу забросил, но очень легко он прошел мимо Антона Малышева и Романа Савченко, и очень повезло, что не хватило пространства. Человек, который в прошлом сезоне поиграл аж в трех лигах, в американской хоккейной лиге, в континентальной и высшей хоккейной, а все потому, что не слишком удачно у него вояж, что учился за океан, пытался он пробиться в состав Нью-Йорк Рейнджерс, в итоге вначале вернулся, потом снова поехал, и так и не сыграл ни одной встречи за команду из Мэдисон Сквер Гарден. Так вот, Лоренс Пайлот, 20-й, Роман Малухов, наш старый знакомый, 26-й номер у него, это вторая пара защитников и тройки нападения здесь, Алексей Бувальцев в центре, 22-й, Сергей Калинин, 40-й, капитан команды, и 74-й Виталий Кравцов. Петр Ясинский, 65-й, Дмитрий Огурцов, 82-й, третья пара защитников, Игорь Полыголов, 16-й в центре, Вячеслав Основин, 17-й и Ярослав Косов, 97-й. Тоже сегодня 8 защитников выставляет на этот матч. Равиль Гусманов получается, Александр Кирпичников и Олег Явенко, это четвертая пара защитников, 14 и 21, и тройка нападений, Антон Лазарев, 9-й, и центральный нападающий, Артем Михеев, 13, и Александр Авцин, 71-й. Равиль Гусманов временно исполняет обязанности наставника Челябинского трактора, ну а так главным трейгером этой команды является Анвар Рафаилович Гатиридуллин. Локомотив в чужой зоне находится, но без шайбы. Челябинцы при выходе от своих владений не ошибаются, и 3 в 2 у них могла возникнуть контратака, но вовремя Локомотив назад вернулся, и должны сейчас железнодорожники все усилия направить, для того, чтобы шайбу подальше от своих ворот отправить раз, и провести атаку два. Может быть сейчас получится Березкин, да Беляев здорово открывался, жалко, что Березкин не видел, прям по центру Беляев выкатывался на ворота Романа Вилла. В итоге без броска Локомотив сейчас Роман Савченко, первый матч у него в этом сезоне, и хороший шанс себя проявить, я думаю, сполна им будет пользоваться второй номер Локомотива, у нас первый коммерческий перерыв. Сколько до нас? Сам, Борисович, сейчас я тебя подключу. Возвращаемся в эфир, 14 минут и 17 секунд до конца первого периода в матче Локомотив-Трактор, без заброшенных шайб у нас пока, и пора, самое пора подключить к нашему репортажу, моего коллегу Александру Сахалову, он сегодня между скамеек запасных, как и на втором домашнем матче в этом сезоне против Хабаровского Мура. Саш, я тебя приветствую, расскажи, что же такого у Локомотива стряслось, почему так много изменений в составе, не связаны ли они с тем, что просто-напросто дал отдохнуть Андрей Скобелко к большому количеству хоккеистов. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое, Александр, за твое эксперт-включение, обязательно по ходу еще этого периода услышимся, ну а пока Локомотив пытается шайбу отобрать в чужой зоне, это получается сделать, Аверин Наландро сделал передачу, а перед ним как раз-таки Лоуренс Пайлут и выскочил, и он владеет сейчас шайбой, обязательно о легионерах трактор поговорим, очень интересно, ребята в этом году собраны в Челябинске, и некоторые даже специалисты перед сезоном, в межсезонье, называли трактор командой с лучшими бригадами иностранными в этой лиге, в континентальной хоккейной, у нас был наброс опасный от Ясинского, и еще момент возникает, Косов здесь несколько раз бросал, попадал в Баранцева, который просто встал двумя ногами на пятачке перед воротами Ильи Коновалова, самое главное, что шайба в него каждый раз и попадала, так-то было опасно, до этого Ясинский, как мы помним, нанес бросок и Коновалов щитком, отбил шайбу, Коновалов очень хорошие цифры, цифры почти 95% отраженных бросков, по этому показателю Ильям входит топ-5 вратаре континентальной хоккейной лиги, но и были опасения, что после прошлого сезона довольно тяжело будет форму набрать, кондиции Ильи, не получился у него чемпионат 19-20, но доверие, которое в этом сезоне на старте есть, он оправдывает сполна. Вот Андрей Скобелко и его тренерский штаб два матча Локомотив провел на выезде на минувшую неделю и случилось первое поражение против петербургского СКА и, наверное, по итогам очень много было сказано, пересказано, по итогам пятничного матча, но самое главное, что у Локомотива есть характер. Единственное, что нужно решить проблемы в меньшинстве и большинстве с реализацией и с нейтрализацией, а дальше все может у Локомотива получиться. У нас набросы от Магнуса по Ярвису Энсона, который не играл на выезде, но сегодня все в порядке у него и выведен наконец-то он из списка травмированных. Остался там только Энди Паскуаля, которого с нетерпением ждем все мы, пока у трактора не получается атака, но вот Матченко не глядя, не глядя отдал шайбу Плопусу Обер игроку из стана соперника, но тот был не в атакующей позиции, а хорош. Теперь момент, может подлезть у Локомотива, Черепанов на Ткачева сделал передачу, Ткачев в шлем Роману Виллу попадает, вот моменты уже начинают возникать, главные атаки не пропускать через дорожника. Оберг бросил, бросил на Ника Былина, тот покатил вперед, шайбу потерял, Березкин сражается с Кравцовым, Березкин, Беляев и вот теперь Павел Красковский, четвертое звено появляется у Локомотива, Красковский тащит шайбу, передачу неудобно делает на Березкина, теперь Беляев бросает и Роман Вилл блин, он за ворота шайбу отбивает, Кравцов уложил на Лед Березкина в рамках правил, Месюлили, Калинин будет первым на шайбе, никто не коснулся, но только Беляев за ворота ее отправил, Павел Красковский, но из таких позиций тяжело хорошие броски нанести, у нас практически нет остановок в этом периоде, уже к экватору мы с вами подошли, практически нет остановок и практически нет моментов, ни у тех, ни у других, пока проверяют, друг друга ищут слабые места, как принято в таких случаях говорить, у нас Коржков по шайбе не попал, Аверин, как здорово обработал шайбу, Аверин, и, наверное, надо было оставлять Егору Коржкову, но главное, что локомотив продолжает шайбой владеть в чужой зоне, Ландер, у него ударная позиция, бросок, такой тяжелый для Романа Вилла, тот отбивает шайбу перед собой, и никого там из локомотива не оказалось, едва-едва Денис Баранцев не оставил шайбу в чужой зоне, в итоге выкатился с ней за пределы, и поехал на смену у нас Антон Маушев и Роман Савченко должны на льду появиться со сменами, тьфу-тьфу-тьфу, пока все в порядке, старая песня о главном, снова случилась матч против СКА, когда за нарушение численного состава локомотив удалили, старая болезнь, будем надеяться, что сегодня железнодорожники лишний раз выскакивать раньше времени на площадку не будет, трактор и в этот раз без атаки остается, это Антон Маушев, передачу делает на Дениса Алексеева, тот в лужу Грецкий, отправляется в трапецию за ворота и делает передачу вперед на Александра Дарьина, и даже вот так вот, Роман Виел прижал шайбу ко льду, потерял клюшку, и на всякий случай судьи по разные стороны разводят Олега Евенко и Александра Дарьина, Александр Дарьин красавец, ничего не скажешь, большой молодец, у него две передачи в двух поездных матчах против Динамо и против Петербургского Скай, и сегодня он в третьем сочетании, вместе с Палом Кудрявцевым и Денисом Алексеевым, у нас пока Владимир Ткачев, Андрэ Петерсон и Магнус Паярви, Петерсон, заждались мы от него, шайба заброшенной, Паярви шайбу потерял, Гикан, первое звено у трактора тоже на площадке, и в положении вне игры, забирается Илья Карпухин, у нас второй коммерческий перерыв. Аплодисменты, Дорогие друзья, на следующий раз еще раз в от penny, вас князь, пaz, 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 с пaz, 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 и пaz, 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 Возвращаемся в эфир, прямой эфир на Первом Ярославском, прямой хоккейный, 8.54 до конца первого периода, домашнего матча против Челябинского трактора. И пока без голов у нас, мало моментов, мало остановок, и вот так вот, незаметно, время всего лишь 17.16 по московскому времени, и вот считайте, больше половины периода за 16 минут уже прошло, это прям очень редко такое в хоккее случается. Здорово, Охтома сыграл, Гику уложил на лед, и Петерсон всеудобно, руки отправляют шайбу в сетку с внешней стороны, чуть бы поточнее бы Андре сыграть, хотя очень сложно. С такой позиции был, бросок нанести, теперь роняют на гусах Аярви на пятачке, арбитры молчат, Ткачев, его седлок обрабатывает по полной программе, Аярви поехал. На смену у нас Петерсон, Петерсон, красавец! Андре Петерсон, он все сделал сам в этом эпизоде, 1-0, локомотив, локомотив повел, и поздравляем Андре Петерсона с первой заброшенной шайбой в этом сезоне, и с первой за локомотив в официальных встречах. Красавец, Андре, давайте смотреть повтор, давайте смотреть хладнокровие Петерсона, вот что стало залогом этого успеха, во-первых, посмотрите, как Ткачев, троих человек, считая обрезы, вот здесь Петерсон, не странно, почему Бейлин распластался перед ним, и вот давайте еще, вот смотрите, передача, Бейлин ложится, а Петерсон в другую сторону уводит шайбу, в другую удобную под руку, и забивает свой первый гол, у него две передачи бывают, и, наконец-то, первая шайба, Владимир Ткачев будет в ассистентах, 4 передачи теперь у Владимира, и 5 набранных очков, ну что, самое время Александра Саханова включить наш репортаж, как настроение теперь у локомотива на скамейке запасных? Спирич, Алексей Романченко, номер 53, у Владимира, в школу, номер 53, шайбу запросил Андре, Петерсон, номер 53. Спасибо тебе большое, спасибо, Саш, за включение, у нас Данил Миссюль перехватывает шайбу, и Максим Березкин теперь, а жаль, что он не стал пронираться между защитником и Бордом, перед ним возник Илья Карпухин, он сейчас шайбой владеет, и передача на основе, напоследовало, тот не глядя к другой штанге, а там никого не оказалось. Миссюль, шайба жалко у него сошла с трюка, так-то мог бы чуть-чуть он пораньше с ней войти в чужую зону и бросить получше, чем низом, Роман Вилл справился. Роман Савченко, едва Артема Михеева на экскурсию, у скамейки запасных, локомотива не отправляет, Савченко, аккуратно, аккуратно, да, так что у Кудрявцева и два, момент не возник, Лазарев, четвертый звенул трактора на площадке, Авцин попадает в Савченко, нужно Роману не выключаться из борьбы, и как выкатился здесь Авцин, ему под руку было, бросал резко, и... Кажется, что Илья Коновалов среагировал, хотя не исключаю, что Шайба попадала в защиту, попала в кого-то из защитников, кто стоял перед воротами Коновалова. Авцин отправляет из-за ворот в позицию менее опасную, менее опасную для ворот локомотива Антон Лазарев, вернувшийся в трактор в этом межсезонье, попадает в Кудрявцева, и Шайба, Шайба теперь уже в зоне трактора, поспокойнее стало в любом случае, Но трактор мы все прекрасно знаем, команда контр-атакующая, команда, которая строит свою игру от защиты, поэтому будет периодически наносить резкие уколы. Резкие уколы по защите локомотива, команда Анвара Гитей Тулина, Геравиля Гусманова, поэтому с ними расслабляться ни в коем случае нельзя будет. Андре Петерсен на ваших экранах, автор первой заброшенной шайбы в этом матче. Не все у него получалось. И во встрече с Динамо, хоть он там и передачу отдал, и поединки против СКА, только удалениями запомнился. Вообще, у легионеров, что у Охтамы, что у Андре Петерсена, и также Антона Ландера, матч против СКА не получился от слова совсем. Но будем надеяться, что это только разовая акция. Во всяком случае, Петерсен уже сегодня реабилитировался. Магнусу поярбе нужно кондиции набирать, и Роман Манухов против него сейчас в углу площадки сражается. Наброс Марченко, и Петерсен снова! Петерсен аккуратно пытался в сторону ворот шайбу подкинуть, но не дошла она до вилла. Ткачев, ну, отбирает у него шайбу Кравцов, и здесь, здесь Рафиков. Ткачев здорово от Кравцова пытается уйти, и... И зарабатывает две минуты на себе, да, Виталий Кравцов поедет отдыхать. Первое удаление сегодняшнего матча за 4.24 до конца первого периода. Ткачева все поздравляют. Две минуты задержка клюшкой. Константин Оленин все нам показал. На повторе мы посмотрим сейчас, как ткачев и так пытался уйти. И эдак, вот это по рукам получил, и... Все закончилось быстро. После нарушения, и теперь большинство локомотива, которое... 17-я в континентальной хоккейной лиге, 21-я попытка, это три раза. Железнодорожники отличились, 15% ровно. У трактора же 11-е меньшинство, и только один раз челябинцы пропустили. 90% нейтрализации, 5-е место в континентальной хоккейной лиге. У нас Антон Ландер, Йорк Оршков и Егор Аверин, Рушан Рафиков и Денис Баранцев. Выходит на это большинство, он теряет шайбу Аверин, и Игорь Полыгалов отправляет шайбу вперед. И катит на смену у челябинцев. Теперь другая спецбригада. Олег Явенко вместе с Романом Мануховым, Сергей Калинин и Александр Авцын. Антон Ландер бросал от борта. И никаких трудов Роману Виллу забрать этой шайбы не составило. Эту шайбу не составило. Минуты 35 на реализацию локомотива. Меняем спецбригаду. Теперь Владимир Ткачев вместе с Магнусом Пайервис, Вэнсоном и Денисом Алексеевым. На синюю линию встает Андре Петерсон и Алексей Марченко. Вместе с ними Лукаш Седлак, Олег Явенко, Томаш Гика и Роман Манухов. На нейтрализации меньшинства. Марченко на Алексеева. Денис потерял какое-то время на обработку шайбы. Остается она у локомотива. Минута 23. Ткачев. Марченко бросок. И здесь подставить бы. Подставить бы. Что? Что? Гол! 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 2-0! 2-0! И шайба очень интересно зашла. Она не отскочила. Она попала под перекладину. И там такая осталась. Но Андре Петерсон оформляет дубль. Вот так. Вот так вот Андре. И большинство реализовали мы наконец-то. И дубль у Андре. Вот смотрите, как она попала во внутреннюю перекладину, если можно так выразиться. Оп! И все. Но здесь что поделать? Трактор был против Петерсона. Он был лишним игроком, тем самым которого перекрыть было невозможно. 2-0! Дубль у Андре Петерсона. Поздравляем мы его. И теперь у него 2 заброшенные шайбы, 2 передачи, 4 набранных очка. В этих встречах Владимира Ткачева, 5-я передача в сезоне и 6-е набранное очко. Если я ничего не путаю. По-моему, Ткачев все-таки там был. Но Магнус Паярьев-Свенсон однозначно шайбу подработал. Ну давайте дождемся объявления по Оринг-2000. Паярьев-то точно в ассистентах. А вот кто еще? Возможно, Марченко, возможно, Ткачев. Сейчас мы разберемся. А пока Андре Петерсона объявляет без ассистентов. Хотя... Хотя... Все-таки там Магнус Паярьев-Свенсон эту шайбу выцарапал для партнера. И явно трактор не отбрасывал ее по направлению к Петерсону. На Багандарк, да, Андре Петерсона. 2 плюс 2. Теперь у него 4 номерных очка. Дубль Андре Петерсона за 3-0-6. До конца первого периода. Настроение хорошее. Естественно, теперь и у вас, друзья, и у тех, кто сегодня в Оринг-2000 собрался. Визуально примерно столько же зрителей, сколько на матче против Хабаровского Амура, который был практически неделю назад. Снова хоккей в выходной день в Ярославле. Игорь Полыгалов на синюю линию делает передачу. Дмитрий Огурцов за ворота. Ярослав Колсов. У него первый матч в этом сезоне. Передача не точная. Егор Аверин должен шайбу спокойно забрать себе. И вообще локомотив будет неплохо поменяться после проброса. И железнодорожники пользуются. Частично. Такой возможностью. Вот уже Денис Алексеев с Павлом Кудрявцем появился. Егору Аверину нужно смениться на Александра Дарьина. Тяжело Аверину. Видно, он на прямых ногах катит в своей зоне. И практически не двигается. Но вот сейчас Рафиков забрал. Рушан аккуратно. Игорь Аверин наконец-то отправляется отдыхать. У нас Денис Алексеев. Алексеев и накатывает сейчас. Малышев, но Алексеев все сам делает. Все сам. Он делает передачу на Александра Дарьина. Кудрявцев. На Савченко. На бросы Роман Вилл. Блин, он за ворота снова. Он так делает. И дальше шайбу покидает. Приделает площадки. И арбитры выносят вбрасывание в среднюю зону. Вот Роман Гусманов. Он с наушником. Когда он в Аргенте и Турин вернется, он так и продолжит стоять с наушником. Будет просто помогать главному тренеру. Пока мы, как говорили, о Равиле Гусманове. Какая у трактора атака. И Илье Коновалов нокдаун получает. Врезал за него Томаш Гика. Но с Сергеем все в порядке. Он быстро встает. Ворота сдвинуты. Их нужно на место поставить. Локомачик частенько за такое удаляли. Прошлые сезоны, когда не специально. Задевали вратарей соперника игроки. В красном или в белом. Но вот сейчас трактор. Давайте смотреть. Вот Савченко ушел. Но с другой стороны, а чего тут оставалось делать? Плюс Роман немножко подтолкнул на своего вратаря Томаша Гику. До этого я хотел сказать, что должны Алексея Марченко и Магнус Паярвис. С Вернсом быть в ассистентах шайбы у Андре Петерсона. У нас еще есть небольшая остановка и должны привести в порядок. Врачи локомотива Романа Славяковского у того, по всей видимости, какой-то порез. Но вроде бы все в порядке с Лайсмином. У нас нужно процедуру вбрасывания вблизи ворота Лика Навалова повторить. Владимир Покачев против Лукаша Серлока. Два стартовых центральных нападающих. Ох, Томов выбросил шайбу. И Паярви первый, Паярви первый. Оглядывается, оглядывается. Но оглянулся, чтобы, по всей видимости, немножко шайбу подержать. Шайбу у порта. Потому что не нашел возможности адресовать ее правильно. Подождал, пока партнеры зайдут в чужую зону. Не точно передача Охтамы. И Роман Манухов вышел со скамейки запасных и отправил шайбу в чужую зону. Без атаки трактор остается. Это самое главное, наверное, для локомотива. И очередная остановка у нас следует. Ровно 70 секунд до сирены. Немножко надо итоги периода подвести. И в этом мне Александр Саханов поможет. Саш, как тебе период? Не показалось ли, что практически моментов не было? За исключением двух голов Андре Петерсона. Да, спасибо тебе огромное. Того же мнения, в принципе, придерживаюсь и я. Кто интересен, в официальном протоколе на сайте континентальной хоккейной лиги только лишь одашах, айба указана. Одна локомотивская. Первая, которую Андре Петерсона оформил после передачи Владимира Ткачева и Алексея Марченко в ровных составах. А вот со второй какие-то проблемы возникли. 40 секунд до сирены. Трактор в этот раз, похоже, без атаки должен остаться. И вот только я сказал, так Баранцев выбросил шайбу на Косово. А дальше сам исправил свою ошибку. И просто аккуратно выбросил шайбу практически в чужой зоне. А здесь проброс. Здесь проброс, да, и 19 секунд у нас до сирены. Никуда не уходите после этого периода. Будет интервью. Александр Саханова с кем-то из игроков локомотива. Локомотива. Стреляет, но не попадает. Но отскок-то хороший был. Кстати, отскок от борта. И при определенных обстоятельствах могла получиться атака даже у локомотива после такого могучего заброса. 2-0 локомотив впереди. Андрей Петерсон оформил дубль. Одну шайбу забросил в равных составах, в другую в большинстве. И самое главное, что железнодорожники наконец-то лишнего реализовали. У нас будет интервью сейчас. И Александр Саханов отправляется в подтрибунное помещение для того, чтобы кого-то взять из игроков локомотива. Взять и подвести на разговор. Пока. У нас небольшая пауза. Вот наконец-то в пророколе Андрей Петерсон появился на сайте континентальной хоккейной лиги. И в любом случае у всех нас, всех нас переживающих за локомотив настроение должно быть отличное по итогам этого периода. Вот Александр Саханов. И вместе с ним Алексей Марченко. Автор пока одной голевой передачи. Возможно появится вторая после изменения в протоколе. И если готовы у нас... Александр Саханов, Алексей Марченко. Да, готовы, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Возвращаемся в эфир. Статистика второго периода на ваших экранах. Адрес статистика после второго периода на ваших экранах. И этот отрезок встречи локомотиву не удался совершенно. 0-1. Уступили мы. Пропустили от Виталия Кравцова в большинстве трактора. В меньшинстве локомотива, соответственно. И за счет только хорошо проведенного первого периода локомотив выигрывает. С отчетом 2-1. Андрей Петерсон в стартовом отрезке матча сделал дубль. Один раз забросил в равных составах. Другой раз в большинстве. Илья Коновалов на ваших экранах. Много работы у него было во втором периоде. Во всяком случае побольше, чем в первом. И вообще, если смотреть на все броски, трактор 39 на 44 нас уже... 44 на 39 уже локомотив опережает. Ну и кроме того, локомотив 15 бросков заблокировал. В сторону ворот своих, в сторону ворот Ильи Коновалова. И это тоже говорит о многом. Посмотрим, чем локомотив ответит. В третьем периоде начинается... Этот отрезок матча с опасного броска Томаша Гики. Шайба от Ильи Коновалова ушла подальше от ворот. Это хорошо. Алексей Марченко по борту пытается выбросить шайбу. Получается это сделать у локомотива. И еще одна атака, может быть, у трактора получится. Ну здорово, здесь локомотив разобрался. Очень здорово. И первая спецбригада должна уже на сцену пойти. Ландер непонятно, что делал. Просто отдал шайбу Лоуренсу Пайлоту. Пайлот как раз таки и сейчас и владеет. Заброс вперед. Должен быть здесь первый ушел на Рафиков. Илья Коновалов шайбу еще потрогал. И дальше на Дениса Баранцева. Мобери. Но того останавливает Дмитрий Огурцов. Трактор больше шайбой владеет. Очень даже существенно. По первой минуте. Понтус Оберг. Заброс вперед. Но здесь не точная передача. И Баранцев на пару с Рафиковым должны разбираться. И выбрасывают шайбу игроки локомотива прямо на клюшку. Алексей Бувальцев. Пайлот за ворота. Здесь Сергей Калинин. Понтус Оберг. Пайлот. Моменты здорово. Баранцев здесь принимает шайбу на себя. И на одной ноге катил какое-то время Денис. Но вроде с ним все в порядке. Забирает шайбу Рушан Рафиков. Нужно локомотиву вперед идти. Нужно, нужно, нужно. Аверин. На того Игорь Полыгалов опережает. И здесь уже Олег Евенко. Но вот по первой минуте. По первым. Полутора минутам. Не все радужно так и локомотивам. Как бы нам хотелось. И вообще будет интересно узнать, а что такое железнодорожникам приключилось после счета 2-0. Неужели расслабились? Но времени еще есть много. Вот можно сейчас атаку провести. И Алексеев шайбу не обработал. Сошла она у него с крюка после паса Дарьина. Нельзя здесь трогать железнодорожникам шайбу. Поэтому отправляемся на смену игроки локомотива. Четвертое звено уже здесь. Здесь Павел Красковский и Максим Березкин. А Александр Дарьин должен выступить вместо Михаила Беляева. Дарьин не уходит на смену. Остается на льду. И хороший момент у него для броска. И Роман Вилл. Роман Вилл. За 17,5 минут до конца третьего периода игру останавливает. Александр Саханова снова в этот эфир мы подключаем. Как настроение на скамейках запасных и у тракторов? Нам интересно, что происходит. Почти мы их сегодня не упоминаем. И у локомотива. И у локомотива. Спасибо тебе большое, Саша. Нас Петерсон бросает. Выше ворот. Выше ворот шайбы проходит. Качев. Качев. На Петерсона у него получается передача. Тут дальше он не видел, что Магнуса Паябы нет. За воротами устает шайба локомотива. Едва-едва здесь Михеева не прошел. Владимир Ткачев. Прихватить бы шайбу локомотива сейчас. Проброса нет. И не выводит ее. А ты ох там основен. Прострел. Безадресный. И здесь Березкин. Березкин или Пайлот. Кто кого. Пайлот раньше. Но Березкин красавец. Борьбу навязывает. И пару раз клюшка он шведского защитника ударил. Но в рамках правил. Томаш Гекан. Перехват от трактора. Но Гекан не смог. Не смог вылезти на ворот локомотива. На Дальше Березкин клюшку Кравцов. Шайбу вкладывает. Пайлот. На Лукаша Седлока. Здесь Седлок с неудобной. На Кравцова. Здесь Черепанов. Никита Черепанов. Не так часто он сегодня появляется на площадке. Но свое слово всегда может сказать Никита. Но все самое менее играющий по двум периодам Максим Березкин. Был меньше шести минут. У него пять пятьдесят девять. Чуть побольше Павла Красковского и Михаила Беляева. Как раз таки четвертое звено меньше всех играет у локомотива. У трактора же меньше всего смен у защитника Александра Кирпичникова. Он всего лишь семь раз на площадке появлялся. Это менее четырех минут. Пока молодой защитник, я думаю, что Рамиль Гусманов, как и Андрей Скобелко, будут делать сейчас ставку именно на опыт. Пока рано. Рано Кирпичников появляться на льду. Миссиоль, Миссиоль, хорошо. Бросок последовал. Там Коржков пытался за шайбу зацепиться, но уж очень неудобно было. Там ноги и руки у Егора Коржкова не поспевали за движением головы. Наверное, так стоит сказать. За движением головы, в смысле мозговой его части. Или наоборот, скорее бы, движение быстрее было, чем подумать, где эта шайба находится. Да ладно, главное, что бросование в зоне чужое, у ворот Романа Вилла и Денис Алексеев на точку локомотива. Брасование выиграли и здесь бросок и рикошет получился после выстрела Алексея Марченко. Рикошет такой, что шайба могла и в сторону ворот. Романа Вилла пойти. Кудрятцев здорово! Здорово Павел Кудрятцев нашел. Передача Дениса Алексеева. Не стал лезть за ворота. Павел и очень вовремя шайба расстался в тот момент, когда Денис Алексеев прикатил на пятачок. Вот здесь мы видим. Но запустил он эту шайбу прямо в Романа Вилла, который... Который больше слабины сегодня не дает. После двух пробоев от Андре Петерсона. 15-0-1 до конца третьего периода у нас Владимир Ткачев против Артема Михеева. Ткачев это вбрасывание проиграл, к сожалению. Касаться шайбы локомотиву не надо было. Положение в негре фиксируют арбитры и мы уходим на рекламу. Время встал и это вбрасывание не надо было. 14.55 до конца третьего периода матча «Локомотив-трактор», 2-1 железнодорожники впереди и Владимир Ткачев против Артема Михеева на точке. Вместе они в свое время поиграли в «Казацком Агварсе». «Локомотив-трактор» вбросил в чужую зону, но он трактор ей владеет, и едва «Офтома» здесь не перехватил ее. Андрей Петерсон теперь передачу на Алексея Марченко делает. Марченко скорость набирает и пытался он. Шайбу в клюшку могу с поярви вложить, и она покинула. Эта самая шайба в пределах площадки, и вбрасывание будет на подступок в зоне Романа Вилла. Вот Алексей Марченко, автор голевой передачи сегодня. И тут же быстрый разговор с главным тренером, с Андреем Скобелкой. Выиграл брасывание «Локомотив», новому шайбу в борьбу отправилась. Там одинок Егор Аверин вместе с Кравцовым и Серлаком за нее боролись, и численное преимущество трактором. Здесь вылилось то, что челябинцы на какое-то время шайбой завладели. А вот сейчас Аверин лезет, Аверин лезет, пытается пройти Карпухина, получает удар, но без нарушения правил здесь. И контратак теперь Седлак. Вбросил шайбу, и здесь Малышев, Малышев должен. У него получается чуть подальше шайбу отправить, но главное не терять игрока. Соперников Кравцов от него начал удирать. Благо Никита Черепанов все за партнера почистил. Вот Ник Бейлин, американский белорус, который третий сезон свой в Челябинске проводил. Ник Бейлин был самым бросающим защитником на старте этого матча. Восемь бросков среди всех игроков трактора. Он был самым-самым в тридезащитниках по броскам. Ну, на голову у Ника. А так он приучил за те годы, что он выступает в континентальной хоккейной лиге. До этого он был в Минском Динамо, что очень любит играть шайбы, очень любит идти вперед, забивать, отдавать. И при этом не всегда хорошо своими прямыми обязанностями справлялся, но прибавил в последнее время в игре в защите. И вылезный человек в первой паре. У нас выносит шайбу локомотив, выносит ее Павел Красковский и Михаил Беляев. Если бы пораньше бы включился, мог бы шайбой завладеть как следует. Но локомотива момент! Все-таки возникает! И Максим Березкин! Максим Березкин! Классно на Беляев отдавал, тут жалко, что не попал. А теперь падение. Падение трактора. Арбитры молчат. Было очень похоже на две минуты. Это... Ох, тама, знаете. Едва-едва не наиграл на две минуты. Было удаление у него в матче в прошлом. Вроде петербургского скан. И не хотелось бы подобного сегодня от него снова увидеть. Словой прием теперь. На АТОхтома совершает Александр Авцин. Авцин самый хитующий, нападающий у трактора. Пять словых приемов у него было на момент начала этой встречи. Дарьин бросает и не попадает. Просто точность подводит Александра. Кудрявцев наброс. Его принимает на себя Олег Евенко. Евенко большой. И... Классно он передачу. Парттера нашел. Очень классно. Идва-едва. Ярослав Косов не убежал. Один на один с Коноваловым. Дарьин. Выскакивал на пятачок на полулыгалов. Прервал его проход. Теперь полулыгалов. Чужой зоне. Владимир Шайбе. Передача не точная. И Локомотив забирает. Забирает Шайбу себе. И спокойно. Спокойно Денис Алексеев ее выбрасывает. Дабы партнеры поменялись. Для самого Денису пора на смену. Все в порядке. Все четко. Первая пятерка на площадке. По правилам главное. Сменились. Шарафиков и Денил Миссюль. Пара защитников. Бросок от синей линии от Карпухина. Шайба рядом со штангой летит. Но все равно было опасно. Любой рикошет может стать... ...фатальным. Вспомним третью шайбу Петербургского СКА. Ворота Локомотива в пятницу. Петерсон здесь. Пытался за шайбу зацепиться. Но не судьба. Ник Бейлин на Карпухина. На другой фланг ее переводит. И здесь какая ошибка у Рафикова. И какая ошибка. Михеев. И как же бедет Локомотиву. Здорово здесь Коновалов сыграл. Очень здорово. Но Рафика в какой момент беду привез на свои ворота. Нужно теперь защищаться Локомотиву. Здорово. Боярли Суэнсон отработал. И сам поедет Магнус. Мимо Карпухина продрался. Режет угол. Но здесь и скорости не хватило. И пространства тоже. Ох там ах. От тох там и как-то шайба очень резко отскочила. Поэтому момента никакого создать акта не получилось. Для Локомотива. Теперь передача вперед на Егора Аверина. Аверин молодец. Борьбу навязал. Теперь шайбой завладел. Опять пробрасывает себе на ход Егора. И отправляется бороться. Никого нет из партнеров. Некому шайбу передрисовать. Вот сейчас момент возникает у Аверина. И не пользуется им Егор. У трактора атака может возникнуть. Но Кравцов остановился. И хорошо. Дальше у Пайлота не получилось. Не получилось продолжение найти. Аверин. Аверин сам идет. Аверин. За вороты на Егора Коршкова. Ждем от Егора. Он как-то замолчал. После матча со Спартаком. Лучшего для Локомотива. Замолчал в плане набора очков. 2 плюс 1 он сделал тогда. И уже вот такая вот. Нескоматчевая серия. У нас Гико Брасал. Здорово Коновалов сыграл. Коршковский завозился с шайбой. Замешкался в своих действиях. И потерял ее. Самый ненужный момент. Сергей Калинин на Понтуса Оберга. Практически без средней зоны у нас игра. И долгое владение трактора не получилось. Потому что Никеля Черепанов красавец. И 3 в 2 атака у Локомотива. И Михаил Беляев. Вот подсказали бы ему, что 3 в 2 летят партнеры. Вот подсказали бы ему. Да, наверное, сам видел он. Но вот почему не сделал передачу на Красковского. Одному только Беляеву известно. Меньше 10 минут у нас до конца третьего периода. Будем так говорить. Все может быть. Пока у Локомотива нет комфортного преимущества. Любая шайба может игру перевернуть. Ох, там очень тяжело. Он катит. Но отрабатывает в защите. Овцын уходит от Миссюля. Полыгалов. И передача на Овцына и Коловалов. Здорово играет в ближнем бою. Овцын открылся. Овцын открылся из-под Миссюля. Из-под Охтамы. Проспали защитники Локомотива в этот момент. Сейчас трактор хотел проброса. Но арбитры сказали, вы и так можете шайбой владеть. Поэтому ничего мы останавливать не будем. И едва не случился. Хороший перехват. Перехват-то случился. Но Александр Дарьин ничего из этого извлечь не смог. У нас последняя рекламная пауза. Проспали защитники Локомотива в этот момент. 8.39 до конца третьего периода нервного отрезка в матче Локомотив-Трактор. Одна шайба может все изменить. Конечно, мы хотим третий гол ворот Челябинских увидеть. Но пока... Пока Локомотив немножко от этого далек. Потому что бросование в центре площадки. Снова четвертое звено трактора против первого звена Локомотива. И это бросование остается за железнодорожниками. Вбросили шайбу. И здесь бороться Билл с Петерсоном приходится. И Роман Билл едва шайбу не упустил. Петерсон молодец. Очень взрывную скорость он набрал. Настолько, что вратарю соперника пришлось очень долго понимать, где начали оппонент, затем все-таки вводить шайбу. Так, чтобы она до Локомотива не дошла. Разбирается и здесь трактор. Локомотив здорово. Здорово здесь отзащищался. Егор Аверин, в частности, отработал. Теперь вперед. Мчит Егор. Остановился. И Малышев под синей линией бросает. И принимает эту шайбу на себя. Антон Лазарев. Больно. Воспитнику Челябинского хоккея. Уроженцу Челябинска. Принял шайбу на себя. И вот... Едет, едет. И удаление будет еще у Локомотива, к тому же. Вот так. Роман Вилл уступает. Место на площадке шестому полевому. А вот интересно, что трактор в пятером. Вот только сейчас выскочил Алексей Бывальцев со скамейки запасных. И вот удаление, которого бы нам всем не хотелось. Ник Бейлин не смог шайбу укротить. Локомотив меняется по ходу. Бейлин делает передачу на Бывальцева. И все. Все, остановка игры последовала. Хоть трактор и не очень доволен. А у нас Егор Коршков на авансцене. Толчок соперника клюшкой. Давайте смотреть, что здесь было. Ну, а Евенко-то вообще сдвинуть с места очень тяжело. Поэтому сколько усилий у Коршкова было задействовано. К сожалению, они набрасными были. Меньше с Делкомотив остается. 7 минут и 2 секунды до конца третьего периода. И на нейтрализацию этого большинства. Владимир Ткачев приходит. Вместе смогли с Упаярью Суэнсоном, Апте-Охтома и Алексеем Марченко. Вывели шайбу подальше. Трактор быстро возвращается в чужую зону. Бывальцев пытался на Авцина сделать передачу. Здесь Калинин. Едва не ошибся в передаче. Овцин. Игорь Полыгалов. Бывальцев. Лоуренс Пайлот. Снова Алексей Бывальцев. Передача аккуратная по направлению к Авцину. И она не проходит. Авцин резко назад. Пайлот бросает. И Коновалов отбивает шайбу. Не слишком удачно перед собой. Локомотив чуть подальше. Действие атакующее. Перенес на какое-то время Пайлот. Остановил шайбу на границе двух зон. Минут 11 до конца этого меньшинства. Полыгалов аккуратно пытался шайбу отравить. В сторону ворот Коновалова. Локомотив этим воспользовался. Отбились. На некоторое время железнодорожники. Последняя минута меньшинства пошла. Меняет. Игровое сочетание Мравиль-Гусма. И передача. Здесь не точная была. Игика не зацепился за шайбу. Слава Богу. Ну а дальше от Охтама. Она покидает пределы площадки. 49 секунд до конца. До конца меньшинства. До выхода Егора Коршкова. Вот от Охтама. Он уезжает отдыхать. Никита Черепанов. Антон Малышев. Павел Коросковский. Павел Кудрявцев. У нас на площадке. Равиль Гусманов. На ваших экранах. Теплова. Наигрок. Очень титулованный. Который, я думаю, большинство болельщиков ассоциируется с Металлургом из Магнитогорска. Где лучшие годы своей карьеры он провел. Локомотив не вынес шайбу. И какая передача все-таки проходит у Гики по направлению к Седлоку. И тут близости от ворот был. Хорошо, что пространства не хватило. 30 секунд до появления Егора Коршкова. Ник Бейлен. Передачу делает нам. Пунтусу Оберга. И вынести бы локомотиву шайбу. А в итоге у Кудрявцева клюшку подбили. Но все в рамках правил. Ну, Кравцов. 16 секунд. Бейлен. Рикошет здесь. Рикошет не счастливый пока что для локомотива. Потому что шайбу вынести мы не можем. Пунтус Оберга. 5 секунд до появления Коршкова. И шайба попадает в стоящего на пятачке Лукаша Седлока. И как же так? Даже сейчас Кудрявцев не выносит шайбу. В полном составе локомотив. Но опасно все равно. И Коршков появился. Молодец. Отобрал тут же шайбу у Виталия Кравцова. И все. На этом очень нервно было. Сейчас все нам. Но атака трактора на этом не заканчивается. Это Томаш Гика. Передача на Пунтус Оберга. У того бросок не получается. Но шайбу он сохраняет для трактора. 4.38 до конца третьего периода у нас. Передача на Томаша Гику. Проходит у Пунтуса Оберга. И подбивает Никита Черепанов шайбу у соперника. Из-под клюшки. И можно меняться с железнодорожником. Очень тяжелая смена была. И Александр Дарьин вместе с Антоном Ландером и Егором Коршковым. Смешанное сочетание. Не играющее. В меньшинстве. Отбывавшее. Это самое меньшинство. Вместе с Данилом Месюлем и Рушаном Рафиковым. Месюль протыкает шайбу по направлению к Рушану Рафикову. Рафиков парашютиком. Парашютиком на Илью Карпухина. Это Овцин. Не нужно ему дать скорость набрать. И все. Здесь положение вне игры. А, наш проброс получается. Хотя на секунду показалось, что... А, не, не, не. Так, это намеренное положение вне игры. Вот так считали арбитры. Поэтому бросование уходит к воротам трактора. Вот смотрите, момент самый опасный, который был у челябинцев. И так получилось, что подбили Лукаши Седлока, которому нужно сказать спасибо. Он ближе всех находился к Илье Коновалову. Этот бросок на себя принял. 3.53 у нас до конца. В решающий отрезок. Эта встреча у нас переходит. И... Шайба локомотива. Может обеспечить комфортное плюс два. Шайба трактора и вероятный овертайм. У нас консультации судейские. С тренерскими штабами и тех, и других. Ну, бросование. Уворот Романа Вилла. Владимир Качев на точке. Уступает он эту битву Игорю Полыгалову. Шайбу оставляем в чужой зоне. Передача на Магнуса Паярви. Заворот прошла. Паярви дальше на Петерсона. Но здесь Карпухин. Петерсону нужно бороться. Выскакивает шайбу удачно для локомотива. Вон Ткачев распорядиться должным образом не смог. Что здесь нет удаления. Паярви всем своим видом показывал, что я ничего здесь не делал. Поэтому в очередной раз без клюшки Магнус остался. Если я ничего не путаю. В третий раз он бросает клюшку. И отправляется на смену. И вот эта самая клюшка сейчас Охтами помешала. Упал Охтама. А дальше подскользнул сам. Уже Егор Аверин. В принципе домину от локомотива. Опасный момент здесь. И Евгенко бросал. Здорово сыграл. И Илья Коновалов на месте. Галкибер локомотива. 3-0-8 до конца. Но что, Саш, нервное напряжение чувствуется сейчас в московейках и тех, и других. Продолжение следует. Да, да, спасибо тебе большое, Саш. Да, действительно, Роман Савченко у нас в этом периоде вообще не появлялся. Но после матча и пресс-конференции обязательно узнаем о Андрее Скобелке. Почему он в один момент решил дать больше времени одним и меньше другим. У нас Ник Бейлен делает передачу на партнера. Этим партнером был Лоуренс Пайло. Шайбу останавливает. Илья Коновалов. Здесь стычки словесные. Такой филиал Версус Баттла мы сейчас увидели. Ну уж лучше так, чем кулаками махать в концовке. 2-45. И ждем мы тайм-аута, наверное, трактором. И последим за Романом Виллом. Которому рано или поздно последует команду, что пора меняться. У нас опасный штангу. Шайба попадает. Штангу попадает после броска Контуса Оберга. Коновалов был закрыт. Коновалов не реагировал никак на этот бросок. Очень повезло. Сейчас Локомотиву. Контратак. Акудрятцы слишком сильно себе на ход. Шайбу пробросил. Сумел ее отправить на Дениса Алексеева. Тут дальше Бывальцева. Так получилось. Отправил. Бывает. И Сергей Калинин. Сергей Калинин лезет вперед капитан трактора. Пошел за ворота. И подбросок Обергу повезло. Нам опять, что шайба не дошла до Коновалова. Вообще бросок не получился. И Евенка, выскочивший со скамейки запасных, тут же в игру включился. Шайба забладел. Дальше Несинский. И Евенка. Последние 2 минуты третьего периода у нас пошли. Момент какой Коновалов. Илья Коновалов после броска Ярослава Косова. Игру ставит на паузу. Минута 52 до конца. И готовится ли в тракторе к тайм-ауту? Саша, посмотри внимательно, что там происходит. Спасибо тебе большое, Саша. Очередное экспресс-включение. У нас тем временем Алексей Марченко. Минута 42. Будем все чаще и чаще поглядывать на время, которое остается. Откачев, бросок и Вилл. Не очень удачно, что шайбу отбивает. Но локомотив этим не пользуется. Опять. Ох, там просто вперед отправляет. А Вилл хотел уже ехать сейчас на смену. Дернулся вперед. Потом покатил назад. Сейчас у него клюшка в собственных воротах побывала. Немножко нервничает видим. Обратарь. Да, отправляется Роман Вилл на смену. И трактор сейчас будет играть шестером. Бросок и шайбу здесь принимают. На себя, кстати, игроки трактора. Так уж получается. Но все равно было опасно. Оберт по направлению к воротам. Снова всего попадает перед Ильей Коноваловым. Лукаш Седлак. Трактор пытается разыграть Кравцов. Момент. И здорово Коновалов сыграл. Здорово. И будет проброс. Да, будет проброс. 47 секунд. И что? Что здесь будет? Роман Вилл просто показывает указательным пальцем в сторону чужой зоны. Но никаких таймаутов он не просит. Так. А таймаут берет Андрей Скобелко. Похоже. Да. Так оно и есть. Очень Сергей Калинин этим не доволен. Кстати, он пытается орбит обратить внимание на этот эпизод. Саш, да, о чем сейчас Роман Гусманов с Константином Алининым общаюсь? Быстрее. Продолжение следует. Продолжение следует. Получается выиграть у Ландера шайбу, лубросок очень резкий, пошел от Бейлина, и всеми силами трактор сейчас лезет на Коновалова, и будет удаление, и драка у нас, драка, здесь сцепились у нас ребята, но вроде как сцепились и тут же отцепились. Ландер с отечественника Оберга отправил подальше от своих, пообщались ребята наверняка на шведском, а скамейка с штрафником открывается у трактора, и как раз-таки Понтус Оберга отправляется на нее. Понятное дело, что трактор сейчас ничего выдумывать не будет, да, вот Понтус Оберга. Понятное дело было, что трактор ничего выдумывать не стал, он просто-напросто пытался всеми правдами и неправдами шайбу затолкать, в том числе и вот так после сирены, после сирены решив потолкать уже своих и чужих на вратаря соперника. Дабы того вывести из-за равновесия психологического, трактор берет тайм-аут, и... Конечно, локомотиву сейчас на руку, что будет большинство, но в один момент вместо четырех игроков трактора сегодня по всему будет пять, и... В формате пять на пять с пустыми воротами у нас будет игра проходить 39 секунд до сирены, вот Роман Вилл, он вернулся, он вернулся, а у нас на площадке у локомотива Владимир Ткачев, Магнус Паярви, Андре Петерсон, Атофтам и Алексей Марченко, Лоуренс Пайлот вместе с Ником Беллином, Алексей Бывальцев и Сергей Калинин, вот Лоуренс Пайлот. Брасывание остается за локомотивом, и клюшка ломается у Алексея Бывальцева, это на руку железнодорожникам, которые, наверное, сейчас... Вот что-то типа убийства времени в футболе мы сейчас увидели, да, до броска, до броска поворотом Романа Вилла, когда Владимир Ткачев просто встал с шайбой и решил ее к борту прислонить, и так и удерживать. 24 секунды до конца у локомотива по-прежнему Владимир Ткачев, Магнус Паярви, Свенсон, Андре Петерсон, Атте Охтама и Алексей Марченко. И так же самая четверка на льду у челябинского трактора Алексей Бывальцев на точке с новым клюшкой, с новым орудием труда. Брасывание проиграл, несчастливая клюшка оказалась, а Кравцов ничего шайбы не смог сделать, не смог он передачу партнера отдать, не смог шайбу подальше от своих ворот отправить. 10 секунд у нас до сирены, и похоже, что эта встреча за локомотивом остается. Очень тяжелый поединок был, но он заканчивается для локомотива хорошо. В третьих периодах мы по-прежнему не проигрываем и одерживаем свою четвертую победу в этом сезоне. 2-1. Опять точно такой же счет, как и в прошлом сезоне мы увидели во встрече этих двух команд, и всех, друзья, с победой. Я вас поздравляю. У нас будет сейчас интервью Александра Саханова и Андрей Скобелко, так что передаем им слово. Продолжение следует... Спасибо вам Андрею Скобелко и Александру Саханову за это интервью. Андрей Петерсон лучший игрок этого матча, главный герой этого встречи. Первая галла у него за локомотив, первый дубль. Жалко, что до хитрика дело не дошло. Впрочем, локомотиву в любом случае нужно в атаке прибавлять, но и снова, к сожалению, пропустили в неравных составах, имеется в виду в меньшинстве. Ну да ладно, впереди у локомотива выезд, впереди у железнодорожников тройная поездка по маршруту Сочи, Минск и Матищем 17-го числа против хоккейного клуба Сочи. Команда Андрея Скобелко следующий матч проведет, ну а следующий домашний поединок 25-го сентября в пятницу против Нижнекамского нефтехимика. Всем большое спасибо за внимание. Вместе с вами сегодня хоккей смотрела большая хоккейная бригада телеканала Первый Ярославский. Я благодарю всех операторов, всех тех, кто отвечал за нашу трансляцию. Региссер Иван Овчинников, Александр Саханов и Дмитрий Жданюк для вас на этой встрече работали. Любите хоккей и он ответит вам взаимностью. И до новых встреч на Первом Ярославском. Всех с победой. Хорошей вам субботы, хорошей вам субботы, которая была вчера. Хорошего воскресенья и не менее отличной рабочей хоккейной недели в том числе. Всем пока.